Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Болеем за наших. В воскресенье – очередной футбольный матч в рамках открытых соревнований на Кубу губернатора Краснодарского края. Сегодня отмечается теплый и светлый праздник – День семьи, любви и верности. С каждым годом дата становится все более популярной в нашей стране. Вышедшие из церковного календаря этот праздник встречают во многих семьях. Не исключение и героя нашего следующего сюжета – семья Тихоненко, совсем недавно получившая деньги на улучшение условий проживания в рамках федеральной программы «Жилище». Юлия и Сергей Тихоненко познакомились, когда вместе учились в Таганроге. С тех пор вместе. Она преподает математику, он – строитель. Растут две дочери. Кошка – фактически член семьи. Она дружит с морской свинкой. Тут же несколько аквариумов. В самых больших и рыба покрупнее. Все это размещается в пусть и просторной, но однокомнатной квартире. Большую лоджию превратили в спальню, кухню – в детскую, а, собственно, кухню переместили в коридор. В такой оптимизации прожили около семи лет с оговоркой, что квартира съемная. Поэтому в мыслях Тихоненко уже переезжают. Вчера. Вообще мысль такая, как сказать, думаем где-нибудь в глухом селе, ну, правда, где есть школа, садики, все развивалки для детей. Но она борется с нашей социальной большой активностью. Поэтому не знаю, что победить. Либо большой город, либо все-таки мы соберем свои монаточки и в село. Большой дом, 30 каких-нибудь соток. Хочу такое вот место, хочу отдельный кинотеатр какой-нибудь. В общем, комната отдыха. Чтобы получить деньги в рамках федеральной программы «Жилище», нужно пояснять, почему требуется дополнительная жилплощадь. Кроме того, показать, что есть собственные сбережения или активы. Документами занималась Юлия. Правильно их оформить помогали в городской администрации. У нас жилищный отдел и специалисты просто думают, вообще конфеточки, честно-честно. У семьи в активе небольшая студия. От нее будут отталкиваться. Возможно, часть суммы займут у банка. К имеющимся возможностям теперь прилагается сертификат на сумму порядка 900 тысяч рублей. Мне Валерия позвонила, говорит, Юлия, собираем документы. Вы, наверное, в этом году проходите минуту. Что? Мне же также жена позвонила, что все, ну, счастью, не было предела. Естественно, своей радостью всем начал делиться. Сейчас стоит очередь на консультацию. Как? Да, сейчас все, как бы, ну, естественно, все сотрудники молодые, семьи. Тихоненко признаются, что с насиженного места съезжать немного жаль. Тем более, что квартира достаточно уютная. Но своя рубаха к телу все-таки ближе. Высокий сезон, транспортное сообщение между населенными пунктами и городом нередко вызывает нарекания у пассажиров. Задают эти вопросы и главе города на встречах. 106-й маршрут автобуса из Благовещенской до Анапы через поселок Суворово-Черкесский был еще недавно предметом многочисленных жалоб. По поручению главы города добавили дополнительный автобус. Утро. Люди спешат в город. На автобусной остановке в поселке Суворово-Черкесском обычно пассажиров немного. Автобус под номером 106 приходит заполненным уже из Благовещенской. Беседуем с людьми о том, почувствовали ли они перемены, когда на маршруте появился дополнительный автобус. Раньше ходили автобусы, кроме больших, еще и маршрутки газели. В период, особенно летнего сезона, когда поток отдыхающих увеличивается с Благовещенки, эти маршрутки были набиты. И часто жители поселка не могли уехать, добраться на работу, либо на центральную усадьбу. Это поселок Виноградный, где находятся и аптеки наши, и сельский совет, и поликлиника, и все. Несколько рейсов проходило, люди не могли уехать. На данный момент ситуация улучшилась. Люди заметили перемены и с удовольствием делятся впечатлением. Автобусы сейчас довольны, движением автобусов довольны. А что было? Было, могли два рейса не быть, потом в один сбить. А сейчас каждые полчаса. Замечательно все. Всего один дополнительный автобус, а также возможность отслеживать соблюдение графика движения автобусов по системе ГЛОНАСС позволило отрегулировать пассажиропоток и регулярность движения автобусов. По результатам мониторинга и в связи с многочисленными обращениями граждан, жалоб на то, что не могут по утрам доехать до поселка Виноградного, уехать в город, было принято решение о добавлении дополнительного графика 6-го на рейс 106-й Анапа-Благовещенская. В настоящий момент жалоб у населения ушли. Люди спокойно могут доехать и в Виноградный, и в город, и также из города уехать на пляж Благовещенский. В Джаметинском проезде судебные приставы в целях обеспечительных мер, обозначенных городским судом, опечатали сегодня незаконное кафе и торговые ролеты. Хозяин с первого раза не пожелал прекратить свою деятельность. Никто не хочет верить, что бурную деятельность на золотых песках Джамете самовольного застройщика и предпринимателя остановить можно. Под жарким солнцем плавятся продукты, летают мухи, все по старинке. На скорую руку поставили кафе, рядом ролеты, и вот он, бизнес. Легкие деньги для этого предпринимателя закончились. В целях обеспечительных мер, запрещающих эксплуатацию кафе, судебные приставы сделали то, что прописал суд, вынося свое решение в ответ на требования администрации прекратить незаконную деятельность. Было возбуждено исполнительное производство, и по месту выхода было установлено, что непосредственно должника по производству здесь нет, но присутствуют иные лица, которые допустили эксплуатацию, то есть нарушение. Им было вручено постановление о возбуждении, предупреждение, и, соответственно, эксплуатация была прекращена. Но допущено повторное выхода по месту исполнительного действия, установлено, что допущена повторная эксплуатация. В данный момент мы опечатываем ролеты, кафе, составлен административный протокол по статье 17.14, то есть это лицо, которое не является должником по производству, и, соответственно, будут закрыты ролеты. Работники управления торговли после вчерашнего рейда, где вместе с работниками полиции был изъят суррогатный алкоголь в соседнем незаконном кафе Винницы, решили проверить, чем торгует сегодня эта торговая точка. Но двери Винницы вдруг оказались плотно закрытыми. Только по толпе покупателей, страждущих у дверей, понятно, что Винница своего рода деятельности прекращать не собирается, но и администрация города не намерена мириться с барыжными точками. На курорте продолжается футбольный сезон. 10 июля на стадионе «Спартак» пройдет очередной футбольный матч в рамках открытых соревнований на Кубу губернатора Краснодарского края. Встретятся команды «Анапа» и «Дюэвце» города Сочи. В настоящий момент «Анапа» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, сыграв 10 матчей, из которых в пяти она одержала победу. Один провела ничью, а четыре уступила с поражением. В общей сложности футболисты положили в свою копилку 21 забитый мяч и заработали 16 очков. Матч начнется в 18.00 по адресу «Анапа», улица Гребенская, 4, стадион «Спартак». Приходите поддержать наших спортсменов. Мучения «Зевса» и «Дельфы» оценили в миллион рублей. Именно такой штраф должны будут заплатить скандально прославившиеся предприниматели из Темрюкского района, устроившие дельфинарии в силосной яме. Как мы рассказывали ранее, двух полумертвых черноморских фафалин обнаружили кубанские защитники на заброшенной ферме в селе Веселовка. Животных пытались лечить дельфинарии, большой утриш, ставили уколы, делали массаж, провели витаминный курс. Но дельфины погибли. Судебные разбирательства длились несколько месяцев. В итоге виновных владельцев животноводческой фермы оштрафуют на круглую сумму. Лето, выходные впереди. Многие жители и гости города планируют выезды на природу. Управление гражданской обороны и защита населения убедительно просит быть предельно осторожными при обращении с огнем и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Не разжигайте костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. Научите детей соблюдать правила пожарной безопасности. До 11 июля ожидается пожароопасность 4 класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Мы напоминаем телефоны экстренных служб города. Телефон дежурного пожарной охраны 01 или 3 96 10 5 00 50. Оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Анапы 0 51 3 20 94. Оперативного дежурного муниципальной службы спасения 4 69 52. Код города 86 133. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.